Привет, друзья! Вот этот Evolute iJoy не без участия нашей редакции собрали на Липецком заводе. И дальше мы решили развеять основной миф, связанный с электромобилями, о том, что они абсолютно к русской зиме не приспособлены. Но в Москве к тому моменту уже потеплело, и поэтому мы отправились в Мурманск. В Мурманскую область сейчас мы на просторах Териберки находимся. И даже вот этим вот обаятельным северным собакам наш Evolute тоже очень-очень интересен. Но им-то хорошо, им всегда тепло, хоть на снегу спи. А вот мы, знаете ли, не шибко приспособлены, можем в машине и померзнуть. И для этого в iJoy, как и в других Evolute, предусмотрена крайне полезная для российской зимы опция. Ее и все остальное, что есть в этой машине, мы сейчас северами, морозами и проверим. На салоне лишний раз в подробностях останавливаться не буду. Хотите с ним познакомиться, смотрите наш летний ролик про iJoy. Сейчас я про другую вещь хочу рассказать, которая, в принципе, уже вошла в обиход, стала достаточно популярной. Но по-прежнему можно сказать, что это экзотика. Это мобильное приложение, фирменное, Evolute, через которое можно управлять отдельными функциями машины. По обычным бензиновым дизельным машинам такие штуки нам хорошо знакомы. Они, в общем-то, успели даже на ладах Kia и Hyundai появиться. Что здесь есть? Вот убираете режим управления своей машиной. Все банально. Открыть замки, заблокировать их, включить фары, чтобы найти машину на парковке. Это все позволяет сделать, определить геолокацию, просмотреть историю маршрутов. Аналогично все это позволяет сделать. Прогнозируемый пробег, если вы оставили машину, вдруг забыли, тоже здесь высвечивается. Но самое главное, что вы можете управлять микроклиматом дистанционно. Согласитесь, электромобиль, у него каждый грамм энергии на счету. Поэтому тратить ее энергию на обогрев или охлаждение уже в процессе движения, когда вы отключились от розетки, несколько растащительно. Лучше, пока машина заряжается, пусть часть этой энергии сразу направляется на то, чтобы создать комфортный микроклимат. И вам комфортнее, и машина проедет дольше. Пока здесь управление штатным климат-контролем и автономным отопителем реализовано раздельно. Но в перспективе все это будет унифицировано. Вам не придется заморачиваться, что включить. Таким образом, вы получите машину уже с оптимальным микроклиматом. Сели и поехали. Да хоть без куртки выходите зимой. Здесь уже будет тепло. И еще такой нюанс касательно зарядки. Как вы знаете, холодный аккумулятор, будь это 12-вольтовый обычный под капотом или тяговая батарея, она не принимает заряд, когда она холодная. Поэтому перед тем, как начать непосредственно процесс зарядки, электроника, автоматика, она прогревает батарею. Вот как мне сказали инженеры, например, для того, чтобы пошла медленная зарядка переменным током, достаточно чуть выше нуля температуру тягового аккумулятора поднять. А вот для зарядки быстрым током, постоянным, для мощной зарядки, нужна температура уже 20-25 градусов Цельсия. И, кстати, температуру батареи вы тоже можете отслеживать в режиме реального времени. Ну, тут у нас сейчас морозно на улице, но весь день машина ездила, съемки то-се. Поэтому температура батареи сейчас 0 градусов, что, в принципе, вполне приемлемо. Главное, что не минус. Если вы думаете, что Мурманск совсем далек от электромобильности, вы ошибаетесь. Вот около нашей гостиницы установлена уже специализированная зарядная станция. Медленная, но тем не менее. Яндекс говорит, что она единственная на весь город, но хоть что-то. Город, в конце концов, действительно небольшой. И вот наш iJoy уже заряжается от этой зарядной станции. Итак, есть станции быстрые, которые закачивают энергию десятками киловатт за час. Это медленная. И iJoy готов от такой станции получать при однофазном подключении до 7 киловатт за час, при трехфазном 10 киловатт за час. То есть вся его батарея, это 53 киловатт в час, а при 10 киловаттах за час, да, ну, 5 часов она полностью зарядится. Здесь у нас сейчас, да, подключена медленная зарядка. А вот если бы был кабель быстрой зарядки, то он был бы такой двойной, был бы задействован весь разъем. Вот эти вот быстрые зарядки, они в Москве уже есть. То есть мы уже их тоже опробовали. Все замечательно работает. И, кстати говоря, вот этот вот разъем, он того стандарта, который, например, на московских зарядных станциях встречается повсеместно. А вообще говоря, у китайских электромобилей, которые к нам поставляются по серому, есть китайский стандарт разъема GBT он называется. Вот сейчас его взяли уже тоже за основу. На вновь появляющихся зарядных станциях в Москве он будет в обязательном порядке. Другие могут варьироваться, но вот китайский должен быть в обязательном порядке. Такая вот у нас будет ориентация на Китай. Электромотор здесь расположен спереди. Снизу, соответственно, привод передний. Это немаловажная оговорка, потому что сейчас достаточно много электромобилей, у которых заднеприводная платформа. Если у них один электромотор, он расположен сзади, машина заднеприводная. Здесь привод передний. Помимо тягового аккумулятора есть обычный 12-вольтовый, нужно питать опцией. Здесь все работает точно так же, как и в обычной машине. Три расширительных бачка. Здесь три контура системы охлаждения. Это расширительный бачок системы отопления салона, печка. Это терморегуляция аккумулятора. Это электромотора и инвертора. Дальше следите за мыслью. Вот эта вот система контурный электромотор и инвертор, он изолирован. Он отдельный, замкнутый, ни с чем он не сообщается. Система отопления батареи и салона сообщается. Сейчас расскажу как. Значит, главный элемент адаптации этой машины для России здесь не виден. Где-то вот тут за левой фарой притаился котел автономного отопителя. Бинар отечественный. Так что вот вам и локализация. Он работает на нагрев антифриза. Потому что если греть антифриз для печки электричеством, это очень большой расход энергии в морозы. Поэтому стоит бинар. Это бесплатная опция для всех машин. Вы можете от нее отказаться. Ну, если, например, вы покупаете электромобиль на юге. Но раз опция бесплатная, почему бы ее не поставить? Пускай будет на всех. Итак, запускается дизельный обогреватель Бинар. Вот 5-литровый бачок для солярки для него. Причем, если его заправить по полной программе, как меня заверили, при непрерывной работе вот этих 5-литров хватит на трое суток. 72 часа. Так что вот прикиньте, если вы будете ездить ну хотя бы по 2 часа в день, использовать этот обогреватель, насколько вам его хватит. Ну, заправились и практически на всю зиму, если ездите немного. Так что, да, это не до конца экологично. Не полностью зеленая машина получается, но основной загрязнитель двигателя внутреннего сгорания мы уже исключили. А от этого выхлоп, ну, мизерный. Так вот, значит, запустился дизельный обогреватель. Вот по этим патрубкам начинает циркулировать антифриз. Да, вот тут вот, значит, стоит насос, который качает солярку из бока. Вот он. По этим патрубкам нагретый антифриз начинает циркулировать. Вот здесь располагается электрический ТЭН. Это штатное решение, которое в отсутствии дизельного обогревателя, или когда он выключен, греет антифриз. Тоже, видите, патрубки антифриза к нему подведены. Но это вот большой расход энергии. Начинает обогреваться салон теплым антифризом. Но нужна же терморегуляция, подогрев еще и батареи. Поэтому здесь есть клапан. Сейчас я вам покажу. Вот он здесь расположен. который при необходимости, при минусовой температуре батареи открывается и через вон тот теплообменник, вон тот теплообменник, да, начинает еще быть задействован контур обогрева аккумуляторной батареи. Вот такая вот система получается. То есть контуры отопления салона и обогрева аккумуляторной батареи, они задействованы и дизельная автономка работает на нагрев антифриза в них обоих. Вот такая система. Ну и чуток про технику расскажу. Здесь единственный электромотор 163 лошадиные силы. Он развивает. Это чуть помощнее, чем у седана i-Pro. Ну и машина чуть побольше, чуть потяжелее. Вот прошлым летом я уже поездил на предсерийном валюте i-Joy. Жара была. Городской цикл такой беспробочный, но с кондиционером. И получилось, что расход энергии оказался практически линейным. Что я имею в виду? То есть, грубо говоря, один километр вы проехали, минус один километр машина сняла от запаса хода. У электромобилей такая особенность. Именно в городском цикле они наиболее экономичны. В отличие от машин с ДВС, которые, наоборот, расходуют меньше всего при равномерном движении по трассе. Но вот электромобили на трассе расходуют больше, чем в городе. Все потому, что на трассе расход энергии постоянный, а в городе вот электромобиль остановился на светофоре, и он практически ничего не расходует, в отличие от двигателя внутреннего сгорания, который продолжает работать на холостых. Именно поэтому даже на дорогих и престижных электромобилях почти всегда максимальная скорость ограничена на таких сравнить небольших величинах. Бывает там 200 километров в час, даже 180-160. Так что вот не удивляйтесь особенности электромобиля. Так вот, теперь у нас здесь зима, Мурманск, и вы знаете, вот по наблюдениям расход энергии близок к летней. Ну, конечно, не один к одному, но близко к этому, уж точно не один к двум. Все-таки, понятно, что чуть большие потери на пробуксовке из-за снега и льда, больше сопротивления из-за снега и льда, у зимних шин само по себе больше сопротивления. Поэтому, ну, расход энергии, да, все-таки получается побольше. Но за счет помощи вот этого вот автономного отопителя не тратится огромное количество энергии на прогрев салона. Вот, куртку я тут снимать не стал, но, поверьте, запросто можно сидеть без куртки. Пересел я на заднее сидение, тоже вполне комфортно. Салон здесь сравнительно небольшой, все отлично прогревается. Ну, в плане адаптации для российского климата здесь есть обогрев передних сидений, заднее стекло, зеркала тоже обогреваются. В этом плане все в порядке. Машина для наших морозов приспособлена, а за счет вот этого вот автономного отопителя и запас хода в зимнее время страдает не сильно. Ну, а так, что еще сказать по езде? В общем-то, вторая встреча с машиной и первого впечатления о ней не изменила. Можете тот YouTube ролик летний посмотреть на нашем канале. У машины классная, энергоемкая подвеска. Вот, действительно, классная. Перед лежачими полицейскими ямами можно не сбавлять. Дорожный просвет небольшой, но вот тут специально поездили в Мурманске по нечищенным дворам, попытались припарковаться на местные парковочные места. Обычный переднеприводный кроссовер, как и любой другой. Даже, наверное, получше, потому что тягой управлять очень удобно. Абсолютно линейная реакция, несмотря на вот этот максимальный крутящий момент с минимальных оборотов, при трогании очень четко удается дозировать тягу, машина не пробуксовывает, уверенно едет, все хорошо, как бы никаких претензий у меня к ней нет. Ну и помогает, конечно, хороший обзор, здесь большие зеркала, здесь дворник левый доходит почти до стойки, то есть непрочищенный сектор минимальный, ничего не мешает обзору. Здесь есть система камер кругового обзора, как это принято у китайских машин, с отличным качеством картинки. Ну и про шумоизоляцию, понятно, что шума от двигателя здесь нет, поэтому естественным образом электромобиль тише классической машины. Но тут возникает другой нюанс, если не доработать изоляцию колесных арок, то это будет намного более заметно. Я не могу сказать, что здесь колесные арки, конечно, идеально тихие, но с учетом зимней резины, уровень шума здесь вполне себе приемлемый. Ну что я могу сказать, дни съемок у нас тут температура опускалась до минус 15 градусов, плюс северный ветер, который тепла тоже не добавляет, однако и мы в iJoy не замерзли, были в тепле, в сухости, и сам iJoy в плане запаса хода не подкачал. Проезжает он, конечно, поменьше, чем летом, но это такие естественные причины, летом и у машины с двигателем внутреннего сгорания расход увеличивается. Так что вот эта вот дизельная печка, как мера адаптации для российского климата, вот такая штука. Электромобиль, в принципе, для нашего климата оказывается вполне пригоден. Друзья, у меня на этом все, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, напоминаю вам, что журнал «За рулем» представлен во всех социальных сетях. Счастливо, будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!